Андрей Герасик приезжает в лагерь. Зорька юбилейная пятый год подряд. Для него это уже стало традицией, а такой отдых любимым летним времяпрепровождением. Андрей только начал разбирать свои вещи. В этом году у него их как никогда много. И тем не менее пригодится все. И зонтик, и плащ, и даже костюм тигра. К новому сезону в летнем оздоровительном лагере «Зорька юбилейная» подготовились тщательно. В этом году здесь появилась новая мини-футбольная площадка со специальным зеленым покрытием. Кроме того, в «Зорьке» есть баскетбольная и волейбольная площадки. Два батута, свой лазертак, павильон с игровыми видами спорта и многое другое. Тем более, что программа в этом году еще насыщеннее, чем в предыдущем. К слову, темой первой смены стал фестиваль национальных культур. Мы решили продолжить тему фестиваля, который проходил на днях у нас в городе Гродно. И первая смена будет называться «13-й фестиваль национальных культур», где дети познакомятся с народностями, которые проживают на территории Белоруссии, узнают традиции, культуру. Следующую смену посвятят Белоруссии – еще одну театру. Но заключительная, четвертая, будет носить название «Я лидер», где каждый сможет проявить себя и показать свои лучшие качества и навыки. Мы сегодня принимаем ребят, 350 человек в смену. В четыре смены мы собираемся работать. И вот сейчас как раз идет прием наших дорогих отдыхающих ребят. Каждый год, конечно, имеет свои какие-то особенности. Но вот сейчас, например, мы принимаем большее количество ребят, чем в прошлые годы. Спрос у нас всегда превышает предложения, потому что мы находимся на берегу красивого озера и в городской черте наш лагерь. Изюминкой этого года стал музей, который находится на территории лагеря. Здесь собраны архивные фотографии, рассказывающие об истории Зорьки, от ее появления до наших дней. За 18 дней смены ребята успеют поучаствовать в большом количестве разных активностей. Это викторины, конкурсы, экскурсии и даже свой собственный рыцарский турнир. Буквально в 30 метрах от озера Юбилейного с собственным пляжем и купальней для детей на свежем воздухе в окружении сосен. Сперва может показаться, что это какой-то санаторий. На самом деле это детский оздоровительный лагерь «Зорька», где сегодня началась первая смена. В этом году на смены в «Зорьку» набрали максимальное количество детей. Возобновили такую форму отдыха, как лагерь в лагере или палаточный лагерь. Этот лагерь у нас традиционный. Уже пять раз заезжали сюда. Ну, два года исключаем, это пандемия была. А так дети с удовольствием приезжают. И родители тоже наслышались об этом лагере. И тоже, даже можно сказать, была конкуренция. Многие хотели, но всего 20 человек выбрали из гимназии. Лето – прекрасная пора для отдыха, спорта и развития. Именно поэтому многие родители предлагают детям провести время в оздоровительных лагерях. На сегодняшний день в лагерях оздоравливается порядком 5,5 тысяч ребят. Ну и сегодня заканчивается заезд в загородные лагеря. Их у нас пять по городу Гродно. Планируется оздоровить в первую смену около тысячи ребят. Ну а в целом общая цифра оздоровления детей по городу Гродно составляет порядком 10 600 ребят, которые мы планируем оздоровить непосредственно в летний период. Все загородные лагеря будут работать в четырехсменном режиме. Для тех, кто предпочитает отдыхать на каникулах дома, тоже есть разные варианты досуга. Традиционно предложат проект «Выходить и играть во двор», где специалисты учреждения дополнительного образования в спальных микрорайонах будут играть вместе с детьми. Ольга Пранкевич, Андрей Шаповалов. Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова